Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к Тимофею. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. Первое послание к Тимофею, глава 4, стихи с 11 по 14. При устроении человеческих дел иногда требуется наставление, а иногда приказание. Если бы поэтому ты стал приказывать там, где следует учить, то ты был бы достоин посмеяния. И наоборот, если бы ты начал учить там, где нужно приказывать, то случилось бы с тобою то же самое. Например, что не должно быть злым, этому следует не учить, а приказывать и запрещать с особенную силою. Равно, как и то следует приказывать, что не нужно придерживаться иудейских заблуждений. Если же ты намереваешься говорить о том, что должно раздавать имение, что должно хранить девство, или если думаешь беседовать о вере, то в таком случае необходимым становится учение. Поэтому и употребляет Павел оба эти выражения «проповедуй и учи». Например, если кто носит привески или что-нибудь подобное, и делает это, зная, что это зло, то в таком случае нужным бывает одно только приказание, а когда не зная того – наставление. «Никто да не пренебрегает юностью твоею», – говорит. Видишь ли, что священник должен и приказывать, и говорить с властью, а не все учить? Так как юность вследствие общего предрассудка некоторым образом сделалась чем-то легко презираемым, то апостол и говорит «никто да не пренебрегает юностью твоею». Учитель не должен находиться в пренебрежении. Где же обнаружит он скромность, скажешь ты? Где кротость, если никогда не испытает пренебрежение? В тех вещах, которые лично его касаются, пусть он подвергается пренебрежению и пусть переносит его. Таким образом, долготерпение содействует успеху учения. А в том, что касается других – нет. Потому что это уже будет не кротость, но равнодушие. Когда он мстит за обиды, нанесенные ему, или за злословие, или за наветы, тогда справедливо обвиняешь его. Когда же дело касается спасения других, тогда приказывай и распоряжайся с полной властью. Здесь уже нужна не кротость, а власть, чтобы не произошло вреда для общества. Или это хочет сказать апостол, или следующее. Пусть никто не презирает тебя из-за твоей юности, то есть до тех пор, пока ты будешь вести жизнь приличную твоему сану, никто не станет пренебрегать тебя за возраст, но еще больше всякий будет удивляться тебе. Поэтому и прибавляет он следующие слова. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Во всем подавай собою пример добрых дел, то есть сам будь первообразом в жизни, являясь пред другими как образ, как одушевленный закон, как правило и устав доброй жизни. Таков должен быть учитель. Словом, чтобы без затруднения вступать в собеседование, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, целомудрием. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Тимофею заповедует заниматься чтением. Послушаем этого все и научимся не нерадить об изучении Божественных Писаний. Вот опять говорит «доколе не приду», видишь ли, как он утешает его. Вероятно, и он сам, Тимофей, как осиротел и искал этого. Доколе не приду, говорит, занимайся чтением Божественных Писаний, наставлением взаимным, учению, обращенному ко всем. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству. Пророчеством называет здесь звание учителя, с возложением рук священства. Не о пресвитерах, говорит он здесь, а об епископах. Потому что не пресвитеры рукополагали епископов. А всем забудься, всем пребывай. Стих пятнадцатый. Смотри, как часто он наставляет его в одном и том же, желая показать, что учителю больше всего должно стараться об этом. «Вникай в себя», говорит, «и в учение, занимайся сим постоянно». Стих шестнадцатый. Хорошо сказал «и сам». Тот, кто питает себя словом учения, прежде сам извлекает отсюда пользу, потому что, уча других, и себя приводит в умиление. Впрочем, не к одному Тимофею это сказано, но ко всем. А если апостол дает такие наставления тому, кто воскрешал мертвых, то что скажем мы? «Но и Христос на учителей указывает, когда говорит, что Царствие Небесное подобно человеку, хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Евангелие от Матфея, глава тринадцатая, стих пятьдесят второй. И опять блаженный Павел то же самое заповедуя говорил, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Послание к римлянам, глава пятнадцатая, стих четвертый. И более всех он сам исполнял это, будучи наставляем в отеческом законе при ногах Гамалиила. Так что весьма вероятно и после того он занимался чтением, и тот, кто другим давал такое наставление, прежде самого себя побуждал к этому. Разве не видишь, как он часто приводит свидетельства из пророков и разбирает их? Поэтому, если Павел занимается чтением, а немаловажная польза проистекает от Писаний, то уже ли мы будем лениться и рассеянно слушать его? И какого наказания мы не будем достойны? «Дабы успех твой, говорит, для всех был очевиден», стих пятнадцатый. «Видишь ли, что апостол желал, чтобы он, Тимофей, и в этом был велик и достоин удивления. Поэтому, говорит таким образом, показывая, что он еще имел в нем нужду. Что значит, дабы успех твой для всех был очевиден? Не в жизни только, говорит он, но и в слове назидания». Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки. Стихи первые, десятые. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищему, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его города, ибо смотри, как он не только мытарей сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь – существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается, ибо средства к жизни мытарей приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако же этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаянии получает спасение, ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для сего влез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как он имеет быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должен уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Посмотрим же, какие он приносит плоды по случаю посещения Христова. Половину имения моего Господи, говорит он, отдам нищим. Видишь ли горячность? Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он удержал, удержал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Смотри, как он и всем случай поступает. Если кого чем обидел, он возвращает вчетверо, всем самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному, ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно законам. Ибо закон заставлял укравшего уплатить вчетверо. Смотрим исход, главу 22, стих 1. Если же даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения он дал нищим, и у него осталась только половина. И из этой оставшейся половины он опять возвращает вчетверо тем, кого он обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправда и возвращает вчетверо, то смотри, как он всего лишился. Всем отношению он оказался мудростующим выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более чем себя. И это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал, отдам половину, возвращу вчетверо, но вот я даю, возвращаю. Он знает наставление Соломона. Не говори, пойди и приди опять, и завтра я дам. Христос благовествует ему спасение. Ныне, говорит, ты даешь, ныне тебе спасение. Ибо словами дома сему без сомнений указывает на Закея, получающего спасение. Под домом, разумеется, Закея, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а очевидно назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, может быть, потому что он уверовал и оправдался верой, а может быть и потому, что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных, подобно сему патриарху. Примечай, Господь назвал Закея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что и сей сын Авраамов был, но ныне есть. Ибо прежде, будучи старшиной мытареи и сборщиком податей, а с праведником не имея никакого сходства, он не был сыном его. Поскольку же некоторые роптали на то, что Господь пошел в дом к грешному мужу, то, чтобы заградить ему уста, он говорит, «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Таков буквальный смысл. Но удобно можно изъяснить это иначе, в пользу нравственности. «Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоти и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом, то есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего, ибо таковые не ощущают никакого действия приличного христинину. Охождение Иисуса то и означает, что Христос нечто действует в нас. Такой человек, никогда не видавший Иисуса ходящего и не испытавший никакого действия приличного Христу, часто от раскаяния приходит в сознание и влезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей, и таким образом, возвысившись над собой, и, полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает Его. Тогда Господь говорит ему, «Сойди скорее, то и через покаяние ты пришел на высшую жизнь. Сойди же через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смири скорее, ибо если ты смиришься, мне надо быть у тебя в доме. Мне, говорит, необходимо быть в дому смиренного. Ибо на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 66, стих 2. Такой человек половину имения отдает нищим, то есть бесам. Имение у нас двоякого рода, то есть телесное и душевное. Все телесное праведник уступает бесам, поистине нищим и лишенным всякого блага, но от душевного имения не отступается. Как известно, и Господь говорит о Беове, только душу его сбереги. Если таковой, обидел кого чем, он уплачивает вчетверо. Фим намекается на то, что всякое через покаяние, переходящее на путь противной прежней злобе, четырьмя добродетелями врачует все прежние грехи и таким образом получает спасение. Называется он сыном Авраамовым, так как, подобно Аврааму, он вышел из своей земли и от сродства прежней злобы поселился вне дома отца своего, то есть вне себя, и отвергся самого себя, ибо он был домом отца своего дьявола, и таким образом, став вне себя и отчуждившись, получает спасение. Покаяние Покаяние есть возобновление крещения. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть купля смирения. Покаяние есть всегдашнее отвержение телесного утешения. Покаяние есть помысл самоосуждения и попечения о себе, свободное от внешних попечений. Покаяние есть черь надежды и отвержение отчаяния. Покаяние. Покаяние есть непосрамленный осужденник. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Покаяние есть изобретатель наказаний для себя самого. Покаяние есть крепкое утеснение чрева, уязвление души в глубоком чувстве. «Стекитесь все, прогневавшие Господа, и приступите, придите и услышьте, что я поведаю вам. Соберитесь и увидите, что Господь показал мне в назидании души моей». Почтим и поместим в этом слове прежде всего повесть об уничуженных, но достойных уважения делателях. Все, впадшие в какое-либо нечаянное согрешение, услышим, сохраним и сотворим то, что узнаем. Восстаньте и стойте, низверженные падениями. Внимайте, братья мои, сему слову моему. Преклоните ухо ваше, хотящее истинным обращением примирить Бога с собою. Слышал я немощный о чудном некотором и необычайном состоянии и смирении осужденников, заключенных в особой обители, называемой темницею, которая состояла под властью помянутого светила-светил. Потому, находясь еще в обители сего преподобного, я просил его, чтобы он позволил мне посетить это место, и великий муж уступил моему прошению, не хотя чем-либо опечалить мою душу. Итак, пришедши в сию обитель кающихся, в сию поистине страну плачущих, увидел я то, чего поистине, если не дерзко так сказать, око нерадивого человека не видела и ухо унылого не слышала, что и на сердце ленивого не восходило. То есть такие дела и слова, которые сильны убедить Бога, такие упражнения и подвиги, которые скоро преклоняют его человеколюбие. Видел я, что одни из сих неповинных осужденников всю ночь до самого утра стояли на открытом воздухе, не передвигая ног, и жалким образом колебались, одолеваемые сном по нужде естества. Но они не давали себе немало покоя, а укоряли сами себя и бесчестиями и поношениями возбуждали себя. Другие умильно взирали на небо и с рыданием и воплем призывали оттуда помощь. Иные стояли на молитве, связавшие себе руки назади, как преступники. Печальные лица их были преклонены к земле. Они считали себя недостойными взирать на небо. От недостоинств помыслов, от угрязений совести не знали, что сказать и как проговорить, какие молитвы вознести к Богу, как и откуда начать моление. Но только душу немодствующую и ум безгласный представляли Богу и были исполнены мрака, как бы тонкого отчаяния. Другие сидели на земле во вретище и пепле, лицо скрывали между коленами и челом ударяли о землю. Иные непрестанно били себя в грудь, воззывая прежнее состояние души своей и невинность своей жизни. Иные из них омочали землю слезами, а другие, не имея слез, били сами себя. Иные рыдали о душах своих, как о мертвецах, будучи не в силах переносить сердечные туги. Другие же, рыдая в сердце, глаз рыдания удерживали в устах, а иногда, когда уже не могли терпеть, внезапно вопияли. Видел я там, что некоторые от сильной печали находились как бы в иступлении, от многого сетования были безгласны, совершенно погружены во мрак и как бы нечувствительны ко всему, касающемуся земной жизни. Умом сошли в бездну смирения и огнем печали иссушали слезы в очах своих. Другие сидели в задумчивости, поникших земле, и, непрестанно колебля головами, подобно львам, рыкали и стенали из глубины сердца и утробы. Одни из них благонадежно просили совершенного прощения грехов и молили со всем, а иные по несказанному смирению почитали себя недостойными прощения и взывали, что они не имеют пред Богом никакого оправдания. Другие молили Господа, чтобы им здесь потерпеть мучения, а там быть помилованными. Иные же, угнетаемые тяготою совести, чистосердечно просили не подвергать их мучению, не удостаивать царство. Всего было бы для нас довольно, говорили они. Я видел там души столь уничиженные, сокрушенные, и так угнетаемые тяготою грехов, что они могли бы из самой камни привести в умиление своими словами и воплями к Богу. Знаем, говорили они, поникших земле, знаем, что мы по правде достойны всякого мучения и томления, ибо не можем удовлетворить за множество долгов наших, хотя бы мы и всю вселенную созвали плакать за нас. Но о том только просим, о том умоляем, и той милости ищем, да не ярости Твоей обличиши нас и ниже гневом Твоим накажиши нас, неправедным судом Твоим мучиши нас, но с пощадением. Для нас довольно, Господи, освободиться от страшного прещения Твоего и мук безвестных и тайных, совершенного же прощения мы не смеем просить. Да и как осмелимся, когда мы обета своего не сохранили у непорочности, но сквернили его, испытавши уже Твое человеколюбие и получивши прощение согрешений. Там можно было видеть действительное исполнение слов Давидовых, видеть страждущих, слеченных до конца жизни своей, весь день сетуя ходящих, смердящих, согнившими ранами тела своего и не брегущих о врачевании онных, забывающих снести хлеб свой и питье воды с плачем растворяющих, прах и пепел вместо хлеба ядущих, имеющих кости, прилепенные к плоти и самих, яко сено иссохших. Ничего другого не слышно было у них, кроме сих слов. Увы, увы, горе мне, горе мне, праведно, праведно, пощади, пощади, владыка. Некоторые говорили, помилуй, помилуй, а другие еще жалостнее взывали, прости, владыка, прости, если возможно. У иных видны были языки, воспаленные и выпущенные из уст, как у псов. Иные томили себя зноем, иные мучили себя холодом. Некоторые, вкусивши немного воды, переставали пить, только чтобы не умереть от жажды. Другие, вкусив немного хлеба, далеко отвергали его от себя рукой, говоря, что они недостойны человеческой пищи, потому что делали свойственное скотам. Где был у них какой-либо вид смеха? Где празднословие? Где раздражительность или гнев? Они даже не знали, существует ли гнев у людей, потому что плач совершенно угасил у них всякую гневливость. Где было у них прикословие или праздник, или дерзость, или какое-нибудь угождение телу, или след тщеславия? Где надежда какого-либо наслаждения, или помышления о вине, или вкушения осенних плодов, или варенья пищи, или услаждения гортани? Надежда всего этого в нынешнем веке уже угасла для них. Где было у них попечение о чем-нибудь зенном, где осуждение кого-либо из человеков вовсе не было. Таковы были всегдашние их вещания и взывания к Богу. Одни ударяли себя в грудь, как бы стоя пред вратами небесными, говорили Богу, «Отверзи нам, судья, отверзи нам!» «Мы затворили для себя грехами двери сии, отверзи нам!» Другие говорили, «Просвети, токмо лице Твое, и спасемся!» Иной говорил, «Просвети во тьме и сени смертней сидящие в не чуженных!» А иной, «Скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, ибо мы погибли, мы отчаялись, як об нищахом зело!» Одни говорили, «Просветит ли Господь на нас лице Свое!» А другие, «Уба предили душа нашу в воду грехов непостоянную!» Иной говорил, «У милости ведь целенаконец Господь над нами!» «Услышим ли когда-либо глаз Его к нам сущим в аузах нерешимых издите!» И сущим в аде покаяния вы прощены!» Вошел ли вопль наш во уши Господа? Все они непрестанно имели перед очами смерти и говорили, что будет с нами! Какой приговор о нас последует? Каков будет конец наш? Есть ли воззвание? Есть ли прощение темным, уничиженным осужденникам? Возмогло ли моление наше взойти ко Господу? Или оно по правосудию его отвергнуто с уничижением и посрамлением? Если же взошло, то сколько у милости вело оно Господа! Какой успех получило! Какую пользу принесло! Сколько подействовало! Ибо оно от нечистых уст и тел было высылаемо и не имеет много крепости! Совершенно ли оно примирило судьею или только от счастья? Исцелило ли половину наших язв душевных? Ибо поистине велики сии язвы и требует многих трудов и потов! Приблизились ли к нам хранители наши ангелы или они еще далечи от нас? Да коли они к нам не приблизятся, да то ли весь труд наш бесполезен и безуспешен, ибо молитва наша не имеет ни силы дерзновения, ни крыл чистоты и не может вознестись ко Господу, если ангелы наши не приблизятся к нам и, взявши ее, не принесут ко Господу. Часто повторяя сии слова, они в недоумении говорили друг другу «Итак, братья, успеваем ли? Получаем ли просимое? Принимает ли нас Господь опять? Отверзает ли дверь милосердие?» Другие отвечали на это «Кто весть, как говорили братья наши неневитине, ащераскается Господь и хотя от великой оной муки не избавит ли нас?» Впрочем, мы сделаем, что зависит от нашего произволения, и если он отверзет двери Царства Небесного, то хорошо и благо, а если нет, то и тогда благословен Господь Бог, праведно затворивший их для нас. Однако будем стучаться до конца жизни нашей, может быть, по многой нашей неотступности вон и отверзет нам. Посему они и возбуждали друг друга, говоря, «Поччимся, братья, поччимся, нам нужно тщание, и тщание сильное, потому что мы отстали от нашей доброй дружины. Почимся, не щадя сей скверной злострадательной плоти нашей, но умертвим ее, как и она нас умертвила». Так и делали сии блаженные осужденники. У них, видимо, были колена, оцепеневшие от множества поклонов, глаза, померкшие и глубоко впадшие, вежды лишенные ресниц, ланитые уязвленные и опаленные горячностью многих слез, лица увядшие и бледные, ничем не отличавшиеся от мертвых, перси, болящие от ударов и кровавые мокроты, извергаемые от ударений в грудь. Где там было приготовление постели, где одежды чистые или крепкие, у всех они были разорванные, смердящие и покрытые насекомыми, что в сравнении с ними злострадания беснующихся или плачущих над мертвецами или пребывающих в заточении или осужденных за убийство, поистине невольное мучение и томление он их ничто в сравнении с произвольным страданием сих. И молю вас, братья, не подумайте, что повествуемые мною басни. Часто они умолялись его великого судью, то есть пастыря своего, всего ангела между человеками и убеждали его наложить железо и оковы на руки и на шеи их, а ноги их, как ноги преступников, заключить в колоды и не освобождать от них, пока не примет их гроб. Но иногда они сами себя лишали и гроба, ибо никак не могу утаить из сего истинно умилительного смирения сих блаженных и сокрушенной их любви к Богу и покаяния. Когда сии добрые граждане страны покаяния отходили ко Господу, чтобы стать пред нелицеприятным судилищем, тогда, видевши себя при конце жизни посредством своего предстоятеля, умолял и заклинал великого Аву, чтобы он не сподоблял его человеческого погребения, но как скота повелел бы предать тело его речным струям или выбросить в поле на сиденье зверям, что нередко и исполнял сей светильник рассуждения, повелевая, чтобы их выносили без чести и лишали всякого псалмопения. Но какое страшное и умилительное зрелище было при последнем их часе. Осужденники сии, видя, что кто-нибудь из них приближался к кончине, окружали его, когда он еще был при полной памяти и с жаждой, с плачем и желанием, с весьма жалостным видом и печальным голосом, качая головами своими, спрашивали умирающего и, горя милосердием, к нему говорили, что, брат и осужденник, каково тебе, что скажешь, достиг ли ты чего искал с таким трудом или нет, отверз ли ты себе дверь милосердия или еще повинен суду, достиг ли своей цели или нет, получил ли какое-нибудь извещение о спасении твоем или еще не твердую имеешь надежду, получил ли ты свободу или еще колеблется и сомневается твой помысл, ощутил ли ты некоторое просвещение в сердце своем или оно покрыто мраком и стыдом, был ли внутри тебя глаз глаголющий сездрав еси или отпущаются тигриси твои или вера спасетя или слышишь такой глаз да возвратятся грешницы в ад еще свяжите ему руцы и нози еще да возьмется нечестивый да не видит славы Господни что скажешь нам брат наш скажи нам кратко умоляем тебя чтобы и мы узнали в каком будем состоянии ибо твое время уже окончилось и другого уже не обрящешь во веки на сие некоторые из умирающих отвечали благословен Господь и же не остави молитву мою и милость свою от меня другие говорили благословен Господь и же не даде нас воловит в их а иные с болезнью произносили оба прейдели душа нашу воду непостоянную духов воздушных говорили они же так потому что еще не имели дерзновения но издалека усматривали то что бывает на оном истязании иные же еще болезни не отвечали и говорили горе душе не сохранившей обета своего внепорочности все и только час она познает что ей готово я же видя и слышу у них это все едва не пришел в отчаяние зная свое нерадение и сравнивая онное с их злостраданием и каково еще было устройство того места и жилище их все темно все зловонно все нечисто и смрадно оно справедливо называлось темницей и затвором осужденных самое видение сего места располагает к плачу и наставляет на всякий подвиг покаяния но что для иных неудобно и неприятно то любезно и приятно для тех которые не спали из состояния добродетели и лишились духовного богатства ибо когда душа лишилась первого дерзновения пред Богом потеряла надежду бесстрастия и сокрушила печать чистоты когда она позволила похитить у себя сокровища дарований сделалась чуждой божественного утешения завет Господень отвергла и угасила добрый огонь душевных слез тогда пронзаемые и уязвляемые воспоминаниям об этом она не только вышеописанные труды возложит на себя со всяким усердием научиться благочестиво умерщвлять себя подвигами покаяния если только в ней осталась хотя искра любви или страха Господня поистине таковы были сие блаженные ибо размышляя об этом и вспоминая высоту с которой не спали они говорили поминухам дни древние он и огонь нашей ревности а иные взывали к Богу где суть милости Твоей от древней Господи которые ты показал душе нашей воистине Твоей помяни поношение труды раб Твоих другой говорил кто мя устроит по месяцам прежних дней в них же мя Господь храняши егда светяшися светильник света Его над главою сердца Моего так вспоминали они свои прежние добродетели рыдали о них как об умерших младенцах и говорили где чистота молитвы где ее дерзновение где сладкие слезы вместо горьких где надежда всесовершенной чистоты и очищения где ожидание блаженного бесстрасти где вера к пастырю где благое действие молитвы Его в нас все это погибло как не являвшееся исчезло и как никогда не бывшее миновало и прошло произнося сие слова и проливая слезы одни из них молились о том чтобы впасть в беснование другие просили Господа наказать их проказы иные желали лишиться зрения и быть предметом всеобщей жалости а иные просили себе расслабление только бы не подвергнуться будущим мучениям я жив друзья мои наблюдая плач их забывал себя самого и весь восхитился умом и не в силах будучи удержать себя но обратимся к предмету слова пробывши и не плачущих и не плачущих о себе потому что через падение восстали восстанием благонадежным подлинно так сказал он потом чуждые лжи уста его сообщили мне следующее назад тому десять лет говорил он я имел здесь брата весьма ревностного и такого подвижника что видя его горящего духом трепетал и боялся за него дьявольской зависти чтобы он в быстром течении как-нибудь не приткнуло камень ногу свою что часто бывает с поспешно ходящими так и случилось в глубокий вечер он приходит ко мне показывает обнаженную язву требует пластыря просит прижигания и изъявляет великое смущение духа но видя что врач хочет употребить не весьма жестокое резание потому что он достоин был милосердия повергает себя на землю хватается за ноги врача орошает их обельными слезами просит заключения в темницу которую ты видел невозможно мне взывал он не пойти туда наконец он убеждает врача изменить милосердие на жестокость что в недугующих редко и удивительно немедленно поспешает он к тем кающимся и делается сообщником и сострадальцем их от любви божией уязвленный в сердце печалью как мечом он восьмой день отошел ко господу и просил чтобы ему не делали погребения но я вынес его сюда и положил с отцами как достойного потому что он после семи дней рабства восьмой разрешился и получил свободу некто же достоверно узнал что он не прежде встал от худых и скверных ног моих как у милостивив бога и неудивительно потому что восприяв сердце веру евангельской блудницы с таким же упованием как и она омочил он слезами смиренные ноги мои а господь сказал что верующим все возможно видел я нечистые души которые до неистовства пылали плотской любовью но потом обратились к покаянию и вкусивши вожделение обратили вожделение свое как господу именовавши всякий страх ненасытной любовью прилепились к богу посему и господь оцеломудренной он и блуднице не сказал что она убоялась но что возлюбила много и удобно возмогла любовью отразить любовь знаю досточудное что рассказанные мною подвиги блаженных стародальцев для одних покажутся невероятными для других превосходящими надежду а для иных приводящими в отчаяние но мужественный муж от всего уязвленный как острием отходит с огненной стрелой и ревностью в сердце нише 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 же сего познает свою немощь и через самоукорение удобно стяжав смиренно мудрее устремиться вслед за первым но не знаю настигнет ли его нерадиво же пусть и не касается того что здесь описано чтобы отчаявшись не расточить и того что делает и тогда сбудется на нем евангельское слово от неимущих же усердия и ежемниться имея возьмется от него когда мы впали в ров беззаконий то не можем выйти из него если не погрузимся в бездну смирения кающихся иное есть смирение кающихся исполненное сетование иное зазрение совести еще согрешающих и иное блаженное и богатое смирение которое особенным божьим действием вселяется в совершенных не станем усиливаться объяснить словами сиять третье смирение ибо труд наш будет суетен признак же второго состоит в совершенном терпении бесчестий часто старые привычки мучительным образом обладают и теми которые оплакивают грехи свои и сияние удивительно слово о судьбах и падениях темно для нас и никакой ум не постигает какие грехопадения случаются с нами от нерадения какие попущениям промысла и какие по оставлению Божию впрочем некто сказал мне что если мы пойдем в грех по попущению Божию то вскоре восстаем и отвращаемся от греха ибо попустивший не дозволяет чтобы мы долго были одержимы бесом печали если мы пали то прежде всего против этого беса да ополчимся ибо он представ во время молитвы нашей и воспоминая нам прежние наши дерзновения к Богу хочет отторгнуть от нас молитвы не ужасайся если каждый день падаешь и не отступай от пути Божия но стой мужественно и без сомнения ангел который хранит тебя почтит твое терпение когда язва еще нова и горяча тогда удобно исцеляется но застарелые оставленные внебрежения и запущенные раны неудобно исцеляются ибо для врачевания своего требует уже многого труда порезания и прижигания многие раны от закоснения делаются неисцельными но у Бога вся возможно прежде падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым а после падения жестоким по падении твоем не покоряйся говорящему о малых согрешениях о дабы тебе того не делать а сие ничто часто и малые дары великую ярость судьи утоляли кто истинно подвязается в своем спасении тот всякий день который он не оплакивает грехов своих почитает потерянным хотя бы и совершил вон и какие-нибудь добрые дела никто из плачущих о грехах своих не должен ожидать что при исходе из сей жизни получит извещение прощение неизвестное недостоверно о слабими извещением да по чию прежде даже не отыду отсюда без извещения где дух господень там разрешаются узы где смирение глубочайшее и там разрешаются узы они имеющие ни того ни другого пусть не обольщает себя ибо он связан в мире и по духу мира живущая чуждой сих извещений и наипаче первого некоторые впрочем творящие милостыни познают свое приобретение при исходе сего мира кто плачет о себе тот не видит плачет ли другой и пал ли он и не станет судить других пес угрызенный зверем еще более на него разъярится и от боли которую чувствует вране неотступно на него лает должно внимать себя не перестала ли совесть наша обличать нас не ради чистоты нашей но как бы утомившись признак разрешения от грехов состоит в том что человек всегда почитает себя должником пред Богом нет ничего равного милости Божией нет ничего больше ее посему отчаивающийся сам себя губит признак прилежного покаяния заключается в том что человек почитает себя достойным всех случающихся ему видимых и невидимых скорбей еще больших Моисей после того как видел Бога в купине снова возвратился в Египет или в омрачение к деланию кирпичей может быть мысленного фараона но потом он опять вошел к купине и не только к купине но и на гору боговидения кто понимает сию притчу тот никогда не отчается в нищету пришел великий Иов но потом опять вдвойне обогатился тяжкие бывают падения для ленивых по вступлению их выночества они отнимают у них надежду бесстрастия и заставляют их думать что и одно восстание из пропасти довольно к блаженству помни что отнюдь не тем путем которым заблудились возвращаемся но другим кратчайшим я видел двух одинаковым образом и в одно время идущих ко Господу один из них был стар и превосходил трудами а другой ученик но тече скорее старца и прииди прежде ко гробу смирения все в особенности падшие должны беречься чтобы не допустить в сердце свое недуг безбожного оригена ибо скверное его учение внушая о Божием человеколюбии весьма приятно людям сластолюбивым в поучении моем паче же в покаянии моем разгорится огонь молитвы пожигающие вещество греха образом примером правилом и образом покаяния да будут тебе прежде помянутые святые осужденники и ты во всю жизнь не будешь иметь нужды ни в какой книге доколе не воссияет тебе Христос Сын Божий и Бог воскресение истинного покаяния аминь на пятую степень вошел ты покаявшийся покаянием пять чувств очистил и произвольным томлением и мучением ты избежал невольного и святые вошел